Приветствую, дорогие. Я Высоцкий, я онлайн. Сразу Муждабаев уже виден без всякого превью моего. Ну, правильно. Чего мне долго там? Не на меня аж приходят на стримы. Приходят Муждабаева. Я на тебя прихожу, Сергей. Как это, да? Я к цей. Я к пчелка на мед, не сказать грубее. Нет, ты знаешь, это журналистика, это называется 69 или Бобик в гостях у Барбоса. Бобик в гостях у Барбоса. Значит, начали сегодня немножко раньше. Приветствую вас, дорогие зрители. Я Высоцкий, я онлайн. Эдер Муждабаев с нами. Почему-то количество наших зрителей в чате резко уменьшилось после моего превью. Но мы начали сегодня немножко раньше, потому что Эдеру нужно уйти. Будем сегодня, как всегда, рассматривать нашу любимую тему хроники Кокирующего Рейха. Ну и посмеемся, конечно, куда же без этого. Ну и немножко погрустим, потому что война и, к сожалению, все мы видим, что происходит. Поэтому начнем. Подготовили, как всегда, интересные новости из Оркостана для вас. Но перед этим надо, наверное, затронуть пару серьезных тем, потому что никак мы не можем их обойти. И я, Байдер, да, кстати, как всегда, смотрю стрим на телефоне, через компьютер вещаю, поэтому ваши комментарии, вопросы Эдеру, как всегда, переадресую традиционно для наших стримов. Послушай, давай, знаешь, давай начнем, да, все-таки не со смеха. До сих пор все мы находимся в таком состоянии после убийства азовцев в Еленовке. И я у всех, у меня есть там своя версия того, что произошло, но я, конечно же, у всех спрашиваю в эфирах, в стримах о рациональной или иррациональной составляющей, проявляющей, ну, фактически это была казнь украинских военнопленных. За этим стоит расчет, за этим стоит ритуальное жертвоприношение какое-то. Есть и такие версии, кстати, достаточно умные люди мне говорили, что просто, да, ну, вот Путин как человек поведенный на всех этих, да, там, эзотерических вопросах, шаманах и так далее, что это могло быть просто, просто каким-то таким ритуальным, да, символическим убийством, да, кто-то говорит, что в чистом виде садизм, ну, вот, ты что-то в этом видишь, да, почему, да, зачем это было нужно, зачем нужно было убивать азовцев в Еленовке? Ну, это нужно было ровно за тем, зачем нужно было нападать на Украину, оккупировать Крым и часть Донбасса в 2014 году. Ровно за тем, что, ну, зачем он уничтожал города в Сирии ковровыми бомбежками, зачем он Чечню убивал. Вот, это, конечно, абсолютно маниакальный такой маньяк-миссионер, да, и абсолютно, я думаю, верно предположение, что у человека есть, ну, у человека, у фюрера, не знаю, как его назвать, есть садистские наклонности, я подобное слышал про Лукашенко, что он с своим сыном, с этим, с Коленькой, они смотрят, у него такая панель экранов, значит, они смотрят видео из камеры, золото этого печально известного Минского, где пытали людей, раздевали, там, всякие вещи делали, а этот наслаждался, так я думаю, что он, что фюрер, русский фюрер такой же, абсолютно, и я почти уверен, что ему отсылали лучшие, самые садистские видео из Гучи с изнасилованиями детей, там, я думаю, что это когда-нибудь подтвердится, но я практически в этом не стремилась, и более того, я убежден, что этот приказ, прямой приказ фюрера на жестокость, вот это, на расправ с мирным населением, с пленными, он с самого верха идет, и это понимает каждая сошка, вплоть до вот последнего вот этого боевого бурята, там, калмыка на справде Кацапа, да, в любом случае, и знаешь, почему? У них это не работает в плане самодеятельности, они, рабы, очень нетворческие люди, да, и они, когда что-то делают или не делают, они должны точно знать, как к нам отнесется его начальство, тот по цепочке должен знать, как отнесется начальство его начальство, и так до самого фюрера, да, в этой системе очень легко, значит, сгинуть, там, потерять место, кормушку, там, и так далее, поэтому они, опережая друг друга, опережая друг друга, проявляют сверхлояльность, сверхжестокость, то есть делают то, в чем никто никогда не увидит логики, а логика простая, если ты не людоед, не людоед, не больше людоед, чем твой сосед или кто-то, у тебя есть шанс выпустить из пищевой цепочки вот этой, да, и поэтому, да, это и казнь, и это, конечно, личный приказ Путин, безусловно, личный приказ, но для него, для него это, да, садистское удовольствие, казнь, конечно, они не смогли их победить в бою, понятное дело, что это просто казнь и месть, да, месть маньяка, но для тех, кто исполнял, это рутинная работа по людоедству, вот и все, это как вот у, там, самодеятельности с гармошками Бухенвальда, там, значит, или Аушвица, и это люди функции, ну, слушай, они бомбят города, где живут их собственные родители, некоторые, ну, есть такие были, летчики и так далее, то есть, где они родились, там, да, и бомбят школы, там, детские сады и больницы, какая разница, вот, это, кстати, маньячество, у нас рыба по больницам, это что же самое. Айдар, признанный всем мир. Да, да, да. Да, 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 это просто связь не могу лагать. А хоть какое-то рациональное зерно есть в этом или нет? Айдар. Да, да, да. Да, ты знаешь, как... Хорошо, подожди, подожди. Что у нас? Нормально все? Нет, ты знаешь, картинка... Алло. Да, ты можешь переподключиться, перезайти в трансляцию? Попробуй, пожалуйста, сделать. Может перезагрузиться, но сейчас. Да, да, перезагрузись. Сейчас Эдар перезагрузится, вот, и мы продолжим этот разговор. Так, ждем Айдара Муждаваева, который переподключается к нашему замечательному стриму. Традиционному еженедельному. Так, ну, дальше поговорим. Говорим сейчас с ним о Еленовке, дальше поговорим о Пелосе, визите. Да, Айдар, привет еще раз, спасибо. Да, да. Но я, в принципе, все сказал, а рациональное зерно какое-то. Посеять страх и ужас, это рацию террористов. Посеять неуверенность в себе, посеять недоверие к правительству украинскому, да, которому пришлось там пойти на это. Я все детали не знаю, но это такая игра, понятно, ну, как с русскими, о чем-то договорятся в принципе, да, но они же тоже не могли их там бросить, ребят безоружных, да, и раненых и так далее. И посеять волну, значит, здесь у нас бурление, чтобы мы начали друг друга в этом обвинять. Это значит, когда террорист действует, он в людях, против которых он действует, он обязательно сеет такое, неуверенность в себе там пытается посеять. Такой абсолютно хтонический ужас и желание выяснить, кто же виноват среди жертв, да, больше. Да, я понимаю, что да. То есть он от себя отводит, отводит от себя ответственность. Но это и в принышних системах, и разведке, и так далее, я думаю, будет установлено имя каждого причастного, когда-то. Вот, и они понесут наказание, хотя от этого нам, конечно, не легче. Что делать с этим, я не знаю, и никаких советов давать не буду. Понятно. Хорошо, давай тогда еще поговорим о дороссийских новостей, до нашего обзора состояния умов и дел в дурдоме, о вчерашних событиях вокруг Тайваня, визит на НСПО, соответственно, демонстрация силы и доминации со стороны США. Ну и китайские последние предупреждения, которые стали прищевые языцы. Кстати, ты знаешь же, да, откуда? Да. Ты помнишь, да, откуда? Я вот пошла эта фраза, да, я вот расскажу. Да, это фраза последнее китайское предупреждение, она родом из 60-х, когда как раз 50-х, когда была война за Китаем между коммунистами и Чан Кайши, соответственно, Чан Кайши поддерживали США, там считали долгое время правительство Чан Кайши на Тайване легитимным китайским правительством, не признавали КНР, они, соответственно, залетали на материковый Китай, американские самолеты, вот, и летали там своими миссиями, разведывательными, но над китайским материком, поскольку получили разрешение от легитимного на тот момент правительства Чан Кайши, которое пребывало на Тайване, вот, и каждый раз китайцы делали предупреждение, обещали сбить, обещали остро прореагировать, и никаких действий после этого не было. Всего было 900 предупреждений, таким образом, ну, которые не повлекли ни одного последствия, и с тех пор появилось вот это выражение последнее китайское предупреждение. Вчера было то же самое, собьем в самолет, решительно это, ну, ничего не произошло, полоси спокойно долетело. Это, как бы, характерный звоночек, по-твоему, изменения мышления западного мира по отношению к авторитарным государствам, да, то есть, наконец-то Америка поняла, что нужно диктаторам давать по зубам, показывать, кто папа в доме, и, как бы, что никто с вами церемониться не будет. Да, это вот так или по-другому? Ну, а выхода нет. Просто американский эстеблишмент, который принимает решение, в том числе и госпожа Нэнси, она очень решительная женщина, это та женщина, которая порвала речь Трампа, как давно и руку не подал в Конгрессе, да, публично. А эта женщина, там, короче, 82 года... Надо сказать, что она во время, во время, во время, она конгрессмена очень давно уже, во время визита американской делегации в Китай, по-моему, в 90-м... Тянь-Ан-Майн был в 88-м году, да? В 89-м, кажется. В 89-м году она была с американским визитом в Пекине, она совместно с тремя конгрессменами удрала от эскорта, китайского и американского, от американской охраны. Они пробрались на Тянь-Ан-Майн с плакатами, и вот это единственный раз в истории человечества как такового американские конгрессмены протестовали против политических репрессий прямо на площади Тянь-Ан-Майн, и Найдси Пилосия была среди них. И, конечно, китайцы с ними ничего не могли сделать, потому что это американские конгрессмены, поэтому она очень смелая женщина. Безусловно, и она подтвердила свой характер, свою цельность. Она пережила очень многих президентов уже от разных партий. Она имеет жизненный опыт, она имеет достоинства. Она не какой-нибудь депутат, который в списке проскочил, ничего из себя не представляет. Она личность, безусловно, это первое. Второе, у меня вообще не было секунды сомнений. Я вообще, когда это читал, что мировая война начнется, такая вот уже на два фронта, Европа и Азия, я думал, что люди с ума что-ли посходили. Ну или вот просто вот эти гарвардские президенты, американские последние, и этот путинский дурак Трамп, значит, они совсем отучили вообще мир от Америки. Но Америка никуда не делась, она существует, такие периоды отстранения, как бы углубления в себя по разным причинам, в американской истории были. На ней ничем хорошим не заканчивались, заканчивались только отложенными проблемами. И поэтому сейчас Америка делает то, что она должна делать. Она должна оккупировать все эти проблемы на будущее, с расчетом на будущее. И, конечно, занялись этим не вовремя, но все-таки занялись. И не совсем уж поздно. И про Китай я одно хочу сказать. Кто-нибудь помнит, как они воюют? Я вот пытаюсь вспомнить, но и про Суиндзи мы не будем. А вот все, что я помню, это война с Вьетнамом, где вьетнамцы им надрали задницу просто за милую душу. И понятно, что на Советский Союз лет, я все понимаю. Ну, то есть, где Китай, где Вьетнам? Там Ханой 100 километров от границы и так далее. То есть, я что-то, вот они такие грозные все, они мне напоминают, китайцы напоминают мне кадыровцы. Мне кажется, это похожие ментально люди, вот этих тиктокеров, да? Тикток, это же китайская сеть. Вот этот тикток-срельба вчера, когда они по воде полили там рыбу, рыб сколько завалили там, наверное, неимоверное количество, можно сгребать этих оглушенных рыб, как они из этих ракетных установок, таких, ну, дальнобойных, они море покрывали квадратами, да? Вот это очень по-китайски, очень, я был два или три раза в Китае. По-моему, два раза. И всегда поражался вот этим их понтам, с одной стороны, а с другой стороны, вот это мы их, когда они понимают, что ты там не какой-то там чмо, или пыль какая-то, вот это четкая так, кастовость, да? То они сразу вот так. И это прекрасно и в Китае знали, ну, и в Америке знали. И, конечно, когда там мне мои знакомые звонили, говорят, ой, а зачем оно туда летит? Ну, люди такие обычные, не понимают. Да, 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 да. Они с тайваньской проблемой, там, не знают, что такое слово Америки, когда они же признали Пекин только под гарантией того, избежать силового социализма с Тайванем, да? И когда-нибудь, и они заменили признание правительства республики Китая, собственно, островного, да? Заменили гарантиями безопасности, а признали Китай как единое государство. И это очень хитрая такая история, может, она и была ошибкой изначально, может, и не смогут к миссии с Тайванем признавать в тем мере... Айдер, опять, опять проблемы с социализм. Опять большие проблемы. Да, слушай, переподключись, пожалуйста, еще раз. А я тебя слышу, я тебя слышу просто отлично. Да? Ну, давай, продолжай, потому что ты вроде опять возник, да, да. Давай, продолжай, продолжай. Ну, вот я к тому, что Китай – это во многом продукт западного мира. Да. Откуда у них технологии? Откуда у них военные технологии? Откуда у них космические технологии? Откуда у них ядерная бомба? Ну, ядерная бомба Советский Союз, наверное, помог. Я не знаю, как это все было, или сами там документали в итоге. Но я, вот то, что сейчас платит, в том числе и Украина, эту страшную большую цену для нашего такого мирного и прекрасного в целом человечества, распрекрасного, да, значит, это все плата за то, вот про что Маркс, кажется, говорил, что за 200% прибыли любой капиталист мать родную продаст. Я не социалист, конечно, никакой, но здесь доля правды есть, потому что вот это развитие Китая, выросший вот этот монстр, он на дрожжах западных вырос. Диктатурам нельзя давать технологии, диктатурам нельзя ничего давать, потому что то, что у тебя камера наблюдения за машинами, значит, в супермаркете, в подвале, там, гипермаркета, где-нибудь там во Флориде, то у китайцев это камера наблюдения по выявлению лиц на улице, по отлову уйгуров, там, по геноциду, там, под кем. То есть они взяли все западные технологии, какие могли взять, и сделали, они все двойного назначения. Ну, все абсолютно. И просто они применили их на стороне зла. Это ключевая ошибка, а бы кому давать, вот не дает же Америка, там, технологии Талибану, или не дает она технологии, там, Аль-Каиде. А это такие же террористы, просто не имеют формальные правительства. Они так же действуют, они запугивают, они понтуются, они занимаются, так сказать, и тиктоком, и убийствами, и пытками, и маниакальными этими казнями, и так далее. Они ничем не отличаются. И, кстати говоря, вот если представить на секунду, что нет Москвы, и нет Пекина, то никаких террористов вы с фонарями в мире не сыщите. Они все оттуда подпитываются. Они все оттуда кируются. И, ну, я просто знаю, как они угрожают, например, Израилу. А Израиль же фактически обложен теперь и с одной стороны, и имя руководят из Москвы, и с севера, и имя руководят, значит, которые угрожают после Гранции туда привезти с ракетами и так далее. Да. То есть, они действуют абсолютно как террористы, они давно уже не скрыли, они давно уже, даже, ну, дипломатами их назвать нельзя, они давно не объясняли, ну, китайцы еще может быть, но Кацапа совсем отдурели. Они на дипломатических переговорах могут на ногу наступить, там, выдохнуть дым лицо западному дипломату. То есть, это абсолютный бодоляк, который офигел от того, что вот Запад давал им деньги, и до сих пор продолжает давать и Германия, в первую очередь, там, Европа, ну, вторую, там, может быть, Америка, там, другие страны. Этих монстров мы вырастили сами, этих маньяков воспитал весь район. И вот теперь эти маньяки на этом районе бесчинствуют, да, и занимаются тем, чем они только и умеют. Надо было их вооружать. Но, тем не менее, даже вооруженные этой маньяки, они остаются трусами все равно. Маньяк наслаждается мучениями жертвы и ее смертью, да. Но маньяк никогда, и сколько я знаю, и криминальной журналистикой занимался когда-то очень давно, они очень трусливые люди. Они, когда их ловят, они трясутся, они все сразу рассказывают. Они, никакого там геройства у них нет вообще совсем, и гибнуть они не собираются. Поэтому я не верю в ядерную войну, по крайней мере, на данном этапе, да. Вот. Они очень себя, себя любят, эти маньяки. Они, ноутбол садистского типа, но еще и нарциссичные. Я вот ничего не могу им сказать про Си Цзиньпини, но, судя по всему, замашки у него путинские, да. Наверное, то есть он выпадает из этого такого ряда спокойных типа руководителей, таких плохих, но более-менее спокойных на внешнем рынке. Но и у него где-то есть все-таки, как бы там система власти не была организована, мы плохо про нее знаем. Но я думаю, что там есть все-таки какой-то тормоз. Они все-таки, наверное, понимают, что американский флот, да, один какой-нибудь вот этот авианосец, в состоянии уничтожить весь их флот там на протяжении трех часов. Вот если они просто там будут сильно выпендриваться, да, то, в принципе, американский флот с этими технологиями на этих широтах, он на это способен, да. И вот это последнее китайское предупреждение, ну, вот оно и будет, я думаю, продолжаться, если, конечно, там где-то не сорвет крышку, но остается только надеяться, что в отличие там от русского рейха, в китайском рейхе ну, все-таки хоть какие-то противовесы, видеть хоть какого-то полюбюро там существует, потому что у Путина такого противовеса нет. Мы видели всю его элиту, когда он войну объявлял, как они сидели мокрые все, значит, изображали из себя героев. Да, на самом деле, они же понимали, что фюрер, фюрер-то их ведет, понятно, к забору, и отбирает у них все эти виллы, дачи, тогда еще, может, не понимали, но понимали, что-то плохое происходит, да, а сделать ничего им не могут, потому что фюрер абсолютно единоличен, да, что с Китаем, посмотрим, но я не ожидал никакого начала мировой войны, это в Азии, то есть второго фронта, ну, Китай, конечно, сильная страна, большая, очень большая, да, но они не ровны с Соединенным Штатом, ни при каких обстоятельствах, да, и до такой степени, а потом, как они будут, у них там, сколько там, миллион семьсот уже, миллион, сколько там населения, это тоже нужно кормить, и эта самая Кумпартия, она же хочет править вечно, и пока у них все идет нормально, да, и, значит, и вот это сейчас, допустим, я думаю, что Байден прямым текстом объяснил, что будет в случае боевых действий и так далее, что просто будет полный эмбарго, экономика упадет раз в десять, вот, за обозримое время, что ни Евросоюз, ни Америка, никаких контактов, все логистические цепочки оборудутся, и Китай будет сосать лапу, потому что, конечно, из Африки можно вывести там золото, подкупив там правительство какие-то и так далее, вот, но продать им ничего невозможно, вот, и, в общем, он пойдет с Путиным вместе на дно, но такое в планах партии Китая при всей ее невменяемости, я думаю, все-таки не входит, я надеюсь. Ну, ты знаешь, по-настоящему Си похож в своем нарциссизме на Путина, во-первых, ну, надо сказать, что человек, который преследовал уголовно в своей стране людей, которые переняли западный американский мем, вернее, это был китайский мем, когда его сравнивали с Винни-Пухом, вот, то есть там ставили картинку Си, портрет из американского мультфильма про Винни-Пух, вот он, как бы, садил в тюрьму людей из-за сравнения себя с Винни-Пухом, что, как бы, уже говорит о том, что Ку-ку-ка отъехала немного, во-вторых, он пытается разрушить систему власти, которую построил еще Дэн Сяопин, да, то есть он хочет пойти на третий срок, подмять политбюро антикоррупционной деятельностью своей, которая там якобы направлена против коррупции, он просто обкорнал конкурирующие кланы, вот, и сейчас фактически, то есть Штаты, как мне кажется, вот этим визитом, в том числе, шатают внутриполитическую ситуацию в Китае, потому что оппозиция партии очень сильна, ее возглавляет вообще глава Госсовета, премьер-министр Китая, второй человек, Ли Кисян, вот, который как раз является традиционалистом, да, он партиец, он партиец, там еще с младых ногтей, в отличие от того же Си, который был в армии, и таких силовиков, условно, вот Си, это условные китайские силовики, поэтому, это вот такая история, ну, знаешь, вот, и правда, китайская элита, в отличие от российской, она не обосралась, и на традиции коллективного управления, опять же, коллективистская цивилизация, поэтому, тут могут быть нюансы, а в том, что обосралась полностью российская элита, тут с тобой невозможно не согласиться, кроме одного человека, смотри, кроме одного человека, один человек, и тогда на том, признапамятном заседании Совбеза, вел себя абсолютно спокойно, на его сказал, нет, ну, санкции, ну, и фиг с теми санкциями, все равно, ничего они нам не сделают, вперед, Владимир Владимирович, пошли, и сейчас поражает нас всех своим эпистолярным талантом, я говорю, конечно, про Дмитрия Медведева, который накануне, накануне, давайте покажем, мы уже начинаем разбор новостей из России, написал целый опус в ВКонтакте, он рассказал, если вкратце, он обосновал, почему Грузия, это не государство, потому что все ее территории, это какие-то враждующие княжества, были, конечно же, Лениным тем самым, объединены в одно государство, и Казахстан тоже придумали русский, это все не государство, и мы туда как пойдем, как ухнем, да, значит, с шутками-прибутками, спасибо, ну вот такой пост, можете его пока почитать, вот, короче, при этом интересное, самое интересное, что тут пост снесли, через какое-то время, и помощники Медведева сказали, что это был взлом, вот, я про... Помощники Медведева, это санитары, да, так называемые? Да, это был взлом напрямую в голову, это ему эти самые черти, зеленые чертики там нашептали, то есть взломали, что ВКонтакте или Башку Медведева, но тем не менее, ну, при этом при всем, что как бы у нас считают этого клоуна, да, аха-ха, Медведев, он всегда, вот то, что он говорит, то через какое-то время сбивается, либо имплементируется, то есть он какой-то такой, как это, хтонический голос Путина, да, вот, который озвучивает то, что у Путина где-то вот в голове, но он это по каким-то причинам не озвучивает, да, то есть Грузии приготовятся, Казахстану приготовятся, да, это заявка на дальнейшую экспансию, дальнейшие войны, ну или правда санитары просто не отловили Димона вовремя, значит, в коридоре. Ну, у меня, я скажу твоим зрителям, нашим зрителям, уважаемым, что у меня на канале как раз есть там сейчас ролик про Димона, который пытается стать Жириновским, да, но Жириновский был мразь, но он был талантливым актером, а это просто бездарная мразь, да, вот, он очень закомплексованный человек, я просто, когда еще работал там в газете, в одной большой ежедневной, там его пресс-секретарша закатывала истерики, не хуже, как Си Цзин Пин про Чебурашку, фотография не так, голова у него повернута, карикатура слишком смешная, на него там еще что-то, на истерике там рулада закатывала, вот, поэтому у него страшные комплексы, он ментально еще хуже, чем Путин, я думаю, вот, поэтому, он просто правила игры знает, он четко знает правила игры, если ты хочешь там уцелеть, ты должен быть большим маньяком, чем фюрер, или выглядеть больше маньяком, чем фюрер, то же самое вот, человек, который, человек, опять же, так говорилось, да, но не знаю, кто, кто курирует, значит, эту спецоперацию, так называемую, политическую ее части, по крайней мере, это такой товарищ Кириенко, у него мама украинка, да, и товарищ Кириенко, забыл, как его зовут, Владислав, он Сергей, а, Сергей, да, это Сурков Владиславович, да, вот, он же, он же всю жизнь был канцелярской крысой, от него никто, кроме шуршания бумаг, не слышал никак, да, а сейчас, когда он вылез, как прыщ, непонятно откуда, из Нижнего Новгорода, он друг юности, не Бориса Немцова, по-моему, или не друг юности, но какой-то вот там они знались давно, и он был абсолютно либерал, в очечках такой, его никто не знал, он попал туда после кризиса, дефолта 98-го года, и про него никто ничего не знал, я ездил про него писать, в Нижний Новгород текст, собирал по крупицам, лиц, от его знакомых, какие-то, хочешь понять, что это за киндер-сюрприз, как его называют, так вот, киндер-сюрприз оперился, стал таким дилдо, таким, таким наждачным, наждачным дилдо, значит, слышишь, путь из маленькой анальной пробки в большое дилдо, да, извините за грубость, у нас так, кстати, терм заведено, опять, ладно, давай, остановимся, да, да, остановимся, у нас так не заведено, это у них так заведено, вот, и, короче говоря, вот, и вот это вот наждачное, надутый дилдо, значит, изображается из себя, там, такого людоеда, такого монстра, уж я на него смотрю и думаю, ты куда лезешь-то, ну, куда ты-то, моська прыгаешь-то, замолчи уж иди там, нет, просто, я понимаю логику их, логику придвора, двора фюрера, если ты чуть меньший, там, допустим, людоед, ты, допустим, не каждый день людей ешь, там, по пятницам, например, вот, то тогда тебя могут заменить кем-то другим, и такие вещи уже были, и таких, каких-то мягкотелых сажали некоторых, там, ну, Путин не жесток к своему окружению, значит, он вот в этом смысле не Сталин, конечно, совсем, но в этом смысле не Сталин, но они знают, как там выживать, в этом петушарнике, да, громче кукарекать, да, даже можно и не делать, но кукарекать ты должен громко, и этот вот петушок, вот этот вот золотой гребешок, он кукарекает абсолютно с суком, как бы обоснованно, потому что ему надо не выпустить, ему надо всем дожить до трибунала, и я их поддерживаю в этих вопросах, и я официально выражаю, если нас смотрят товарищи рашисты с рашистов, они смотрят, пишут все эфиры, то я официально передаю благодарность, благодарность Димону Медведеву, его такому творческому настрою, спасибо большое, потому что он лучше всех объясняет, вот у меня сегодня в фейсбуке, в воспоминаниях возник пост, шестнадцатого года, где я сказал, что главная позиция Путину, на тот момент вообще режим, главная позиция в России, после убийства Немцова, тогда я стал Медведев, потому что никто более четко, и прямо не рассказывает о сущности этой власти, для россиян, а сейчас он всему миру рассказывает, он не дает собраться, только Шрёдер что-нибудь произнесет при переговоре, этот хренак, и пишет, 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 значит, людоед съесть эти страны, эти, 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 то есть он настолько перевозбужден, он настолько, как бы, ну, вот, молодец, вот прям, молодец, я, он помогает Украине своим, своим, неудим, безумным, точно так же, как Лавров, люди, которые, ну, не дают, как бы, не пойти на компромисс с Путиным, не дают, не зародиться никаким сомнением относительно их намерений, они не могут ничего замаскировать, потому что это, это, это такой, такой ляцкий цирк, знаешь, они вот в стремлении, это никак не исправишь, он им ничего не запретит все равно, он формально может запретить, но они будут находить какие-нибудь, они должны крикнуть фюреру, я, 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 Владимир Владимирович, я самый кровавый из всех кровожадных гномиков, я там вот такой, понимаешь, и это вот, такое соревнование в людоедстве, оно, ну, понимаешь, то, что происходит на войне, оно все равно происходит на войне, это приказ фюрера, и это людоеды у солдата, такие же офицеры, генералы, а вот на этом фронте, они терпят провал за провалом, на международном фронте, во многом из-за того, что не дают никаких шансов, даже кому-то проверить чуть-чуть, ну, кроме Эрдогана, который делает вид, на самом деле, что с ними, хоть о чем-то можно договориться, все, 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 лошадь, лошадь, стоила, пришла уже, все, как бы, очень грустная лошадь, с лошадью никто не разговаривает, да. Слышишь, и, кстати, у меня есть маленькая теория успешности Медведева в российской элите, дело в том, что он, по-моему, единственный человек, который ниже Путина, там, по-моему, на два или на сантиметр, что-то. Я помню, знаешь, смешной случай, зрителям будет интересно, однажды был такой идиотский момент, то ли в момент, когда он передавал власть ему временно, может быть интересно будет зрителям, ты вот это замечание сделал, а я вспомнил, как был случай, они с Путиным зачем-то, чуть не под ручку, шли из Пасской башни Кремля через Красную площадь, шли в этот, в ГУМ. И вот там, я просто, наши узнали журналисты тогда, это еще какие-то годы были, да, и тогда кто-то еще рот открывал, что, значит, они, во-первых, в этот день в ГУМе, ну в том отделении, где он мороженое покупал, кажется, всех, кто выше собаки, взрослым, всех сказали, дома сидеть, значит, и эти, все, которые были не выше собаки, но все-таки в ГУМ отбирают, знаешь, не в баскетбольную команду, но там отбирают презентабельных, русские это любят, да, чтобы экстерьер был, но они же, рабы должны быть экстерьерными в этом месте, вот, и трудно было найти продавщицу ниже его, и даже не продавщица, даже где-то в КГБ не трудно найти каких-то актрис, но там, по-моему, продавщица была, тогда еще не занимались так сильно, ну вот, этим спектаклями, и вот они босиком там ходили, за прилавками ходили босиком, и передавали морда, потому что, ну и была бы возможность, там еще ямку бы выкупали, наверное, при том, она смотрелась, и вот они идут, у этого кублуки вот такие, у этого еще больше, как ты говоришь, на два сантиметра, да, и вот, когда ты смотришь на это все, и думаешь, блин, вот что в этом мире так сломалось, что фюреры стали такими говнюками, вот что, даже главные злодеи мира выглядят как говнюки, вот просто они комплексуют по поводу какого-то роста, вот тебе пример, просто масштаб личности, Мустафа Джемилев, живая легенда Украины и всего мира, человек, я не знаю, какого он роста, но он очень невысокий, я ни разу не видел, но он на всех смотрит ровно, я никогда не видел у него никаких комплексов, он сидел в тюрьме 14 лет, он абсолютно железный, держал голодоку 333 дня, да, его кормили через трубку, и этот человек для меня, ну, высотой из Майка Тайсона, понимаешь, вот, а эти, в принципе, рост это среднего, ну, не намного они там ниже нас, у тебя, ты высокий, красивый, но такого пупса, как я, допустим, не намного они ниже, ну, что же вы такие, что же вы девочек-то заставляете разуваться, а потом просто покупаете мороженое и уходите, ну, что же это такое, это позорно. А я, кстати, помню, на очень многих мероприятиях, и особенно, там, на западных, в Европе, когда я присутствовал вместе с Мустафой, ага, да, он, да, невысокий, очень невысокий, правда, худенький человек, но насколько он с высоты своего роста, с высока, с презрением всегда смотрел на расистов, да, этого просто, просто удивительно, да, как такой человек может быть одновременно таким титаном, да, гигантом, который, да, вот смотрит и понимаешь, что вот между этим, вот этим ублюдком, да, вот этим вот присмыкающимся, да, кремлевским каким-то депутатом Госдумы, да, какой-то вот такой породой, да, вот этих вот гоблинов, каких-то услужливых, да, который может быть, там, Петр Толостоев, я же его лично знаю, это же здоровая такая махина, два метра, насколько Мустафа Агар всегда выглядел, да, выше их просто, не знаю, а этот Петр Толстой очень напоминает шкаф, из которого выпадает маленький ключик, он абсолютно пустой, абсолютно пустой шкаф, да, я был у него однажды на одном ток-шоу, когда он еще не был депутатом, и вдавал там еще, ну, делал вид, что он там какой-то либеральный, такой свободный человек, типа, чудо-юдо нежный граф, превратился в книжный шкаф, как вот просто, но он не в книжный шкаф превратился, он превратился в шкаф с какими-то, с какими-то, я не знаю, что там в этом шкафу, мусор какой-то, да, какой-то шкаф в подсотке, вот он большой такой, да, и громко падает, а на самом деле, ну, что в тебе, ну, кто ты такой, что ты решаешь, ну, что ты щечки там надул, доживешь до трибунала, не ссы, чувак, не ссы, ешь хорошо, давай, доживете все, они же, ну, они все, понимаешь, они мелкие люди, они же смотрят, ну, есть и фюрер такой, есть вот вице-фюрер такой, да, ну, 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 понимаешь, ну, откуда там взяться, чему, но еще более-менее цельным из них все-таки, ну, Путин выглядит лучше, конечно, их всех, потому что они, то есть на их фоне и он как бы Муссолини, понимаешь, на их фоне и он Гитлер, но, ну, как бы вот просто там такой очень низкий уровень вообще, истеблишмента, так настолько, не настолько там отфильтрованы все, кто хоть как-то на что-то был похож, на какого-то даже плохого человека, это уже просто тараканьебига какие-то, вот честное слово, но жалко, что вот я говорю, Запад, к сожалению, дал тараканам китайским и тараканам русским, младушным, злым, завистливым, да, дал им возможность так развиться просто тупо благодаря деньгам, и все. Да, у нас 10 минут, я понимаю, да, ты же бежать нужно через 10 минут, не надо бежать, не, ну нормально все. ну да, все, отлично, да, вот, к вопросу того, кто там нас смотрит, кто, ну, уже начинают, в чат пришли, русский, Россия лучшая, пишет какой-то непонятный нам человек, рот закрыли, я тебе, дорогой наш дружище, скажу, чем тебе рот закроют наши вооруженные силы, ЗСУ нашу, и твоим дружкам, да, значит, по Путлерстану, вот, но, я просто еще вот пару, мы заготовили с тобой интересных новостей, да, значит, разбор полета, так сказать, вот, есть две такие сразу новости, я бы хотел их встык дать, первая новость такая страшная, опасная, мы посмотрели, кстати, на этой неделе про ракету, как там ее, какую-то очередную, какую-то там, которая летит там за полторы минуты, этих ракет уже, этих мультиков, это уже мультсериал какой-то, каждую неделю по новой ракете, только не на его, а в мультике, которая долетает до Парижа за полторы минуты, а вот еще буквально на этой неделе Путин потребовал построить флот, как у США, давайте посмотрим, Путин, вот так это и новость, Путин потребовал, он новую морскую доктрину утвердил, а также такой же помощницы флота, как у США, Россиюшка построит, И вот в этот же день, или на следующий, выходит вот такая офигенная новость о том, как себя видят россияне окружающий мир. Давайте покажем. В целом 35% россиян считают, что солнце вращается вокруг земли. Очевидно, российская пропаганда не дорабатывает, потому что каждому человеку очевидно, что солнце вращается не вокруг земли, а вокруг Путина, против Путина на земле, и оно вот так вот ходит. И вот знаешь, я на это посмотрел, вот флот, как у США, блин, 2% по-моему у тебя ВВП от Америки, да, но ты такой флотостроитель. И вот это вот 35% россиян думают, что там земля, а там, по-моему, 25% земля плоская, там какой-то трэш реально в этой новости. И вот просто я себе представляю, вот даже, вот правда, вот если мы оглянемся назад, да, вот Советский Союз, это была империя зла, тоталитарная, кровавая, страшная, да, абсолютно нечеловеческая. Но вот я себе не представляю ситуацию, когда Королев какой-то, сидя в шарашке, в ГУЛАГе, да, вот он, значит, вышел такой и сказал, слушай, какой спутник, нафига спутник, солнце-то вокруг земли вращается, мы все это знаем, да. То есть это какая-то такая деградация, да, даже по сравнению с Совком, который выжился и не имел потенциал, но не построил воздух в США. Я тебе объясню, что это такое. Да, объясняй. Так, и ты завис, объясняю. Вот в процессе эволюции у разных там животных, там видов и так далее отваливались ненужные части. Вот, например, наш копчик это хвост, в принципе, но нам с тобой же за деревьями не надо держаться, он отвалился, да. Нам там балансировать на ветках не нужно. А у них, они приходят в первобытное состояние, наоборот. И все, что мешает первобытному состоянию, оно отваливается у них. А что помогает, снова вырастает. Рога, хвосты, копыта, там, я не знаю что. И, в принципе, вот это просто не первый такой. Это все года был какой-то процент, но все-таки, мне кажется, сейчас совсем много. Стало там еще есть процент, который, как Юрий Лоза, такой известный исполнитель всяких, идиотских мыслей, значит, он сказал, что земля плоская. Тут вообще вот так надо подходить к вопросу. Надо быть передовиком научной мысли. Вот это все ваше солнце вращается? Это херня. Знаешь, это хоккеисты думают, что земля имеет форму шайбы, а футболисты в ней. Да, ну это так, анекдоты мне когда-то рассказали. Ну просто это общая деградация. Вот там всем уже понятно, что... Блестящий комментарий от кого-то из... Кстати, очень много смотрят из России, желаю, кстати, из России победы. Из Казахстана очень много смотрят, Нью-Йорк даже. Много, много у нас широкая география. Классный комментарий просто. Я прерву, потом продолжу. От нашего зрителя. У россиян в процессе эволюции отвалился мозг. Да, а он не нужен. А он не нужен. Мозг это вот только в той стране, которую мы не называем гондурасом. Вот, значит, мозг действительно лишний. А ты вспомни вот это. Мозг лишний у россиян. Вот смотри. В школе учишься. Ты что, самый умный? Все, вопросов нет. Это оскорбление просто нельзя больше человека оскорбить, чем назвав его умным. Что ты такой умный? Я, кстати, в Украине ни разу такого не слышал. Но не принято тут вот это говорить. И в таком то не говорить, и так говорить. В Украине ни один, даже самый пьяный человек не подходил ко мне с вопросом, уважаю ли я его. Ну а зачем? Зачем ему убеждаться в уважении после каждой следующей рюмки? Что это за бред вообще такой? Что за неполноценность? И вот мозги, они всегда, вот, они же живут по принципу хорька. Хорек высунулся, его комбайном срезало косой. Поэтому хорек знает, надо сидеть и не высовываться. Вот. И в процессе неиспользования мозга он начинает атрофироваться. То есть, может, он физически там существует в виде какой-то органической субстанции, там, чвакающей, да. Вот. Но применить его негде и не нужно. И чем ты меньше им пользуешься, чем больше ты голову используешь, как тот боксер из анекдота, да. Вот тем оно и лучше. И у тебя и дети целее, и ты сам целее, и баба твоя целая, вот. И никто тебя... Ну, это гулаговский. Это же существование в гулаге. Ну, кстати, различия есть. Все-таки Королев, украинец, да, он был востребован как мозг, да. Вот все-таки сталинская страшно репрессивная машина, она все-таки... А вот и в этой машине, в путинской, да, там мозги вообще не нужны. То есть, там нужна такая нахрапистость, хитрожопость, манипуляция деньгами. Там они покупают... Они ничего не выдумывают вообще. Совсем ничего не выдумывают. Выдумывать не надо. Надо украсть. Отобрать, отжать, украсть. Это... Если те были коммунисты, то эти бандюганы, в принципе, вот такие бандюганы, которых я в детстве, там, в Тамбове видел, где я родился и так далее, они очень четко знают иерархию, они знают, что не надо быть умней пахана, что надо кивать, что надо, так сказать, вот, там, если кто-то там какой-нибудь главный, там, допустим, так стрижется, они так постригутся. То есть, ну, это бараны, просто-просто бараны такие говорящие. И вот знаешь еще что? Вот даже всегда надо судить по крайностям. Никогда среднее по палате впечатление не даст об обществе. Надо, кроме среднего, учитывать верх и низ. Я низ не буду учитывать вот этих неговорящих людей, которые одним матом разговаривают, они не ругаются. То есть, вот, в Украине некоторые там люди ругаются, даже мы с тобой иногда что-то там говорим, а некоторые больше ругаются, да. И там им говорят, да. И, но самое интересное, это послушать вот этих интеллектуалов. Вот этого, допустим, этого говорящего холодца, вот этого быкова, этого, допустим, вот этого недофюрера, этого вицефюрера Навального. Вот как они, вот уровень, да, вот он образованный. Даже в Украине, из Украины корни, то есть, казалось бы, был шанс не вырасти обезьяной, был шанс, да, вот как-то остаться в ряду людей. Но вот он летит из Германии в самолете, мальчик, водочки принеси, мы домой летим. И ты понимаешь, что они всю жизнь смотрели, брат, во всей семьей. И когда она, это я уже говорил, не буду повторять, эстетика бежит впереди всего, это паровоз всего, дальше эти вагоны, там, от репки до мышки, там, все, все, все примерно понятно, да. И ты когда смотришь, когда выложили, не помню кто, Таня Микитенко, чехто, выложила, или просто забыл, сегодня я видел, прошу прощения, вот, Борчук, Мирослава, по-моему, она, и они вместе, там, как-то она ее репостнула, Татьяна, там, вот этот быков, например, у меня нет в нем никаких фобий, потому что, ну, это не мой уровень совсем. Но вот он говорит взаимоисключающие вещи с разностью в три недели, там, в две недели, он сначала говорит, что русские не рабы, потом говорит, что абсолютные рабы, потом опять скажет, что не рабы. С какой ноги встанет, да, с какой полки этот варящий холодец начнет вещать, с нижней, там, с верхней, какая будет температура в палате, там, то есть это растительная жизнь абсолютно, то есть какой-то фотосинтез такой, да, странный, да, и вот открывается дверь холодильника, там, зажигается лампочка, и вот он его несет, понимаешь? И вот когда ты видишь уровень аналитики какой, все, все говорили до одного, что, там, Ждобаев сумасшедший, там, Бабченко сумасшедший, все они ничего не понимают, все сбылось один в один, а эти продолжают уже врать по-новому. То есть это просто, вот это рты, абсолютно лишенные, то есть может у них опять что-то есть в голове, но там ничего не варится, котелок не варит, он не функционирует. Там есть набор слов, и они, вот я уверен, что если искусственный интеллект любого уровня, там, допустим, настроить, набить словами, то он будет писать стихи такие же, как говорящий холодец, абсолютно такие же. И столько же смысла у них будет, да, и анализировать жизнь он будет точно так же, как Навальный, который до сих пор пишет, говорит на Украине, и говорит, что эта война нам слишком дорого стоит. Ну, это ментальный перелом мозга во всех трех проекциях, еще в четвертом каком-то физическом измерении. То есть надо смотреть по элитам. И вот это считается интеллектуальной элитой. Ну, а как Путин мог такими не овладеть? Ну, вот просто смешно. Ну, это же просто лежит, иди, бери. Ну, что тут сложного-то? С таким, вот понимаешь, любая нация, она все-таки от элит идет, и элиты ее держат. Америку там, и здесь дураки всякие, и везде всякие есть дураки, да. Но есть страна, где интеллект действительно дезавуирован как способ жизни. Но он не нужен. Они пытаются его использовать. Мы можем с тобой подумать, что у нас есть хвост, и думать, что мы им крутим. Но они не используют его совсем, сигналы не доходят. Причинно-средственные связи разорваны, вот просто вот так, в щепке разорваны. Вот как макароны моя мама, вот вермишель превращала бабушку руками. Там все разорвано. И вот эти беспомощные, я думаю, что сейчас это кто-то еще смотрит какую-то русскую культуру, там какие-нибудь там спектакли, а потом они посмотрят. Король-то голый. Ну, король-то голый. Ну, нет там ни смысла, ни логики, ни уму, ни сердцу. Они все просрали. Вот сидит сейчас на канале, как он называется, «Утро февраля», да, который там типа для украинцев и для россиян. И сидит там такое грустное-грустное чмо такое под названием Яковенко, который как бич. Это бич, бывший интеллигентный человек. Значит, он со мной дискуссии устраивал, руки жал, и Айдер, и уважаю вас. Все это буквально было... А три года назад он сломался. Он назвал меня там, и Аркашу, по-моему, русофобом. Называл... Как будто это что-то плохое, слышишь? Назвал нас ментальными идиотами, что у нас... Не у них, а у нас сломался мозг, развалилась какая-то там логика. В итоге все по-нашему. А он с унылым лицом дает интервью украинскому журналисту. Игоряша, что ты можешь сказать? Ну, ты все уже сказал, ну, замолчите, да? Ну, все уже, ну, все, ну, дырявый ты. Ну, все, ну, дырявый, все, ну, пробито дно, не держится там ничего. Зачем это пустое ведро, которым ничего нет вообще, таскать в украинский эфир? Что мы хотим от них узнать о себе, о мире? Ну, почему же вы, сука, не ищите хороших поляков, хороших литовцев? Вот сегодня прочитал интервью Насте Рингис, взяла для «Украинской правды», Югиль Мусаева поставил интервью вот это с Тапиносом. Не знаю, как ударение правильно ставится, да? Литовцы. Ну, ищите, блин, хороших литовцев. Ну, найдите хороших поляков. Андрюш Стабин. Я призываю там переименовать, вот говорят, вот переименовать улицы в честь, понятно, в честь героев в первую очередь. То есть, мы имеем в виду какую-то серию литературных названий, ну, назовите эти улицы литовских писателей, не толстого литовского писателя, польского, но отдайте, привлеките внимание детей к другой литературе. Ну, сколько можно жить в холодце, в говорящем? Он уже не говорит ничего, он мычит уже, мычит. Но его тащит Киселев, вот этот наш хороший, вот, значит, тащит в эфир, еще там поддакивает, а тот чувствует себя каким-то надутым гуру, и вот правда выглядит как-то дикарство какое-то, а тут война, а тут какие-то с откученной головой, какие-то говорящие люди. Слушайте тех, кто говорит по делу. Читайте Юру Бутусова, слушайте Серегу Высоцкого. Блин, Муждабаева, заходите, послушайте, я кругу не несу. И заходите, нет, не заходите подписываться на YouTube-канал Муждабаева, вот у Айдера есть прекрасный его канал персональный, аналитика каждый день, прекрасные беседы. Я позволю себе прочитать пару комментариев, разные тут есть, там, Россия чемпион, короче, понятно. Вот мне понравилось. По нырянию в бетон, как у нас говорили. Да, по нырянию в бетон, да. Мальчик, Хлорочкина, принеси братушка и сынка, братев. Офигеть. Слушай, какой сын? Сынк это устаревшее. Это ковер, ковер, ковер. Ты видел это? Ты видел, как в ковре кого-то хоронили? Нет, в ковре, слушай, это по обычаю, наверное, каких-то народов в ковре хоронили. Это просто никто не прочитал. Это в ковре, это почет. Какой ковер? Вон ссаная тряпка, оберни свою нульку. Все, обернула пинком в яму. Все, это в лучшем случае. Они же тут собаки доедают. Их солдаты, офицеры, собаки едят в Украине. Собаки реально, утилизируют все. Я же много с чеченцами сейчас общаюсь и интервью записываю с очень интересными людьми. У меня недавно был, я рассказывал уже это, по-моему, Муслим Мадиев, он соратник Дока Умарова, реально, там, Грозный с ним брал, отвоевывал. Ну, то есть, героический человек, герой Ичкерии. Вот, и он рассказывал, как бы, шок, до сих пор у человека шок, прошло там 20-щем-то лет, вот, после уже оккупации Чечни окончательной. А у него шок, он говорит, вот, перед нами трупы русских солдат, их собаки жрут, мы на россиян выходим, говорим, заберите, у нас, ну, собаки, ваших едят, как так можно? Как бы, никому не нужно. Так эти собаки этих и растащили. А вот еще один, вот, я его искал, комментарий, очень интересный. Я, наверное, какого-то из наших, из тех россиян, у которых мост не атрофировался, функционирует, слава богу, да, ну, и много, кстати, к чести надо сказать, что много россиян, может быть, не в процентном соотношении, но в количественном, все-таки поддерживают и даже в чате желают победы Украины, славы Украине, говорят, и, в общем, сочувствуют. Вот написал один из наших зрителей, я с одним депутатом Масгордумы от ЛДПР общался, так он утверждал, что Австралии не существует, луна – это лампочка, которая уже дважды перегорела, ну, а плоская земля – это вообще классика, ну, вот и так далее. Вот такие вот интересные у нас зрители. Ой, слушай, если у тебя ничего не осталось, я прямо перед нашим эфиром зашел. Нет, осталось, осталось. Осталось, да? Ну, просто там один безногий, Кацап, который вернулся тут со спецоперацией, просит, чтобы его впустили в автобус, а этот водитель говорит, а он говорит, я воевал, он говорит, надо было не воевать, иди нахер отсюда. А тот такой, а там же фнашисты, ты же понимаешь, они же детей едят, ну, про украинцев, я ноги свои отдал, этот взял биту, значит, тот успел на коляске откатиться, коляска ручная. Вот у нас тут в украинских городах люди, у которых проблемы с двигательным аппаратом, ездят на электрических нормальных колясках, да, а это какое-то чмо обоссанное и права качают. Так этот водитель, он к нему отнес все лучше, чем к собаке, вот к любой грязному псу, поджавшему хвост. У тебя нет ножек, нет конфеты, только в России были, помнишь, такие анекдоты, да? Слушай, я нашел, я нашел, я просто это не смотрел, я не знаю, может, я просто сейчас нашим ребятам скину, мы это покажем, я не знаю, ну, вот так вот оно будет видно или нет и слышно, просто вряд ли это будет качественно. Ну, пусть люди посмотрят, найдут, ничего страшного, это шнотворное видео, но это чтобы знать. Вот каждый, кто без ножек вернулся, конфеток нет, кацапы, нет конфеток, нет ножек, нет конфеток, хи-хи, родина мама, давайте. Так, смотри, у нас остался... Неудачный сынок получился какой, без ножек. Вы знаете, хотели всем закончить, да, слушай. Давай заканчиваем. В принципе, да, можно, если мы по-настоящему искать, то можем где-то до 10 вечера примерно стримить. Проверим, насколько выдержка большая у наших зрителей. Не-не-не, меня уже... Ждут люди. Все, смотри, все, последнее, последнее. Кстати, это ты нашел, мне скинул. Мы обмениваемся просто новостями перед стримом с Эйдером. Значит, давайте это выведем из паблика «Реальная война». Ну, это как бы фотография, заметьте, это фотография рекламы из российской газеты. Российская газета – это официальный орган правительства Российской Федерации, наш урядовый курьер. И там, значит, на правах рекламы, да, какая-то, значит, это, да, вот посмотрите, почитайте, да, идеальная форма, формула смешанных российско-китайских браков. Идеальная пара – муж китаец, жена россиянка. Муж заботится о семье, ведет здоровый образ жизни, хозяйственный, серьезно относится к супружеству. Жена россиянка самостоятельная, дает мужу свободу, образованная, симпатичная и трудолюбивая. И это на правах рекламы, да, это какого-то, ну, тут по-васу. А русский – это муж, Серег, а русский – это муж где, в мешке? Русский – это в мешке, да? Короче, и я просто это, вот мы начали с Китая, ну, де-факто заканчиваем, это просто какое-то… Слушай, а вот у самих россиян, когда они видят, что им китайцы уже напрямую в официальном органе пропаганды российского правительства говорят, что русские, русские женщины – хорошая женщина, иди к китайцу, вот у них, они, ну, русские вот эти мужики, вот эти десантура, они шовинисты, как это у них не щелкает? Ничего, 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 нет, ничего. Это они в грудь себе могут бить до синяков, на самом деле перед китайцами они трясутся, китайцы они боятся, вот, у них хатонический страх перед китайцами, и пусть боятся на самом деле, вот. Вот, понятно, что действительно китаец, среднестатистический китаец пьет раз в сто меньше, да, раз в сто реже, раз в тысячу реже он возвращается домой в мешке черном, да, вот, то есть выбор в пользу китайца абсолютно очевиден. Я бы даже на месте какой-нибудь русской бабы взял бы двух-трех китайцев, в принципе, на себя, вот, а Ваня пусть вот в мусорном баке лежит. Ну, они не выдерживают конкуренции против китайцев, никакой. То есть во всех регионах вот этих вот... Нет, а зачем они пропагандировать в российской газете, в официальном органе пропаганды? Да черт кто знает, может они хотят уже за поколение стать провинцией Китай, хрен их знает. Я, значит, уже в этом зоопарке я уже потерял, значит, вот эту нитку, от какой клетки какой идти, да, и, в общем, все равно уже. Ну, пусть их китайцы, ну, что я могу сказать, ну, каждый заслуживает, я ничего против китайцев этнически не имею, конечно, хороший, нормальный народ, как и любой другой. Да, очень, ну, кстати, они очень трудолюбивые, трудоспособные. Ну, трудолюбивые, но я не скажу, что они, смотри, я про это на себе ничего не буду говорить, обычный, это, как и все, но с головой у них тоже проблемы, мания величия и так далее, и так далее. А Кацап, у него же мания величия, она так коррелируется с манией, с чувством неполноценности, что вот такие объявления, они про меня нормально читаются. И какая-нибудь еще семья скажет, а за сколько нашу, нашу вот эту, там, я не знаю, какого-нибудь имени, феклушку можно продать китайцам-то? А че нет-то? Ну че нет? За сынулю Ладу, за феклую квартиру. А за нее мопед, а может квартиру, смотря кому продашь. Может водитель тиктока, там мопед будет, а? Может в каком-нибудь в Мерседесе, может квартиру будет. Мы нашли, кстати, мы нашли формулу, только, заметь, мы с тобой только что нашли формулу русского богатства, русского счастья и процветания. Сына на Ладу, дочь на мопед. А кто там останется-то, я не знаю, без ноги и без головы. Без ноги и без головы, да. Одновременно, да, причем это им не мешает передвигаться на ногах. Кстати, ну и последний комментарий, так интересный от нашей зрительницы или зрителя. Елена, да. В Саратове иметь мужа казаха большое счастье. Ну конечно. Человек нам из России. Это Саратов, это Саратов еще. Это еще типа Европа, типа Европа. Все, понятно. Ну слушай, у них, давай я, наверное, просто тему закончу. А то, знаешь, в следующий раз будет неинтересно, да. Давай. Значит, я хочу сказать, что вот они настолько опустились, они сами видят, как они опущенные, да. Вот, ну они видят свое ничтожество, на самом деле. И ощущают они свое вторичное. Все эти крики, вот это ВДВ, вот это вот их, это на самом деле напускное все. Просто араб знает, кто он такой прекрасный. И, конечно, ну какой нафиг, вот говорят, вот Россия огромная, в ней такое огромное население. Какое население-то? Вы посмотрите, что это за население-то. Это не население, это горе просто. Вот. Как бы там человеческий капитал там катастрофический просто. Катастрофический. Их должно быть меньше, конечно. Пакеты, еще раз пакеты. Да. И государств должен быть, у этих россиян меньше, а государств больше. На этой территории. Мне бы так сказал. Россияне исчезнут за один миг. Как только Россия потерпит поражение, это станет всем понятно, ты с фонарями ни одного русского не найдешь. Потому что это не этнос, это принадлежность к мафии. Вот. И когда мафия, принадлежность к мафии становится не преимуществом, а черной меткой, ты ни одного этого мафиози не сыщешь. Они все себя найдут. Они все, все тут же перестанут быть русскими. В один замечательный момент. Так что ты колосс на ногах из говна. Вот и все. Да. Ну и посмотри. И на этой ладе и мопеде свалитесь с прекрасной Россеюшки. Вот в чем счастье. Пишут нам. Хорошо, Эйдер, спасибо тебе большое. Перетянули немного, там задержало тебя. Ну вот. Ну спасибо огромное. Да. Айдер Муждобаев сегодня, как всегда, был с нами, каждую неделю с ним занимаемся практической и теоретической русофобией. Спасибо вам, дорогие, что смотрели. На этой неделе, может быть, будет еще один мой стрим с интересным очень человеком по российским спецслужбам. Ну, пока договариваюсь, еще не знаю. С Эйдером мы все вместе увидимся через неделю ровно, в следующую среду. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо, Эйдер, что был со мной и с нами. Подписывайтесь еще раз на YouTube-канал Найдера Муждобаева и донать YouTube-у прямого. Сейчас для этого есть все возможности. Я, Высоцкий, сегодня был с вами онлайн. Благодарю вас. И обязательно победим. Ну и увидимся. Пока-пока. Пока.